Несколько лет назад мы договорились, что опорные точки Минской агломерации должны смещаться в сторону городов-спутников. Держинска, Заславля, Логойска, Смолевич, Фальмполя, Рудинска. Однако с 2012 года дело не продвинулось дальше одного сданного в Смолевичах дома. Оно и не сдвинется, если государственная программа по выносу производственных объектов провалена. А ведь перенос запланированных 12 предприятий, к примеру, Белорусские обои, обувная фабрика «Луч», Минский завод отопительного оборудования и прочее, привлек бы в регионы рабочую силу. Я уже не говорю о том, что недостаточно развито и быстрое, недорогое транспортное сообщение с городами-спутниками. Вы никогда не уговорите человека туда переехать, если он будет тратить на дорогу от дома до работы больше одного часа. Как, когда Мингоры с полком планируют строительство новой магистрали «Минск», «Национальный аэропорт», а также линии скоростного трамвая, который будет обеспечивать быструю динамику пассажиров. Города-спутники, индустриальный парк – это векторы развития и разгрузки столицы. Может быть, у нового мэра есть альтернативные мысли? Хотелось бы услышать, каким он видит решение этих вопросов с учетом установленного порога в 2 миллиона человек. Перешагнуть его нельзя. Это не прихоть, а условия комфортной жизни людей, о которых я только что сказал. Плотность населения в Минске и так выше, чем в Варшаве, Берлине, Киеве, Риге, Вильнюсе и на их столицах. Проблему перенаселения можно решить только в вязке с вопросами экономического развития города. За 8 лет его экономика приросла чуть более чем на 20%. Это не повод для гордости. С одной стороны, воловой региональный продукт столицы на 70% формируется в сфере услуг, торговли и финансов. С другой, он пока еще ресурсоемкий, а промышленные предприятия отстают от требований современного рынка и экологических норм. Средний показатель рентабельности не способен достичь двузначной цифры и колеблется около нее.